Нашумевшая история санитарной вырубкой деревьев в Верхнем Ленинском садике наконец-то приближается к развязке. Буквально неделю назад руководство КФУ представили концепцию развития территории за вторым учебным корпусом, а накануне ее же обсудили с широкой общественностью. Честно говоря, я думаю, что все, что будет представлено, многим из вас понравится. До этого мы проводили социологический опрос, он тоже будет представлен, и я думаю, интересы всех тех людей, которые пришли в зал и тех, кого здесь нет, но имеют то или иное отношение к территории университета, я думаю, будет удовлетворено. Это будет первым шагом и началом практики, когда возникает действительно продуктивное взаимодействие между горожанами, властью и всеми иными сторонами, которые вовлечены в этот процесс. Если это будет действительно здорово для центра города, это будет хорошим стартом для какого-то нового совершенно процесса. Стоит отметить, что концепция затрагивает не только Верхний Ленинский садик, а практически всю территорию вокруг университета. Автор проекта, известный казанский архитектор Николай Новиков, подчеркнул особое место казанского федерального в архитектурно-историческом облике Казани и отметил, что реконструкция сквера за второй высоткой – только начало глобального преображения центра города. Строительство зеленое, как мы сейчас понимаем, это не только строительство, это еще и смыслы. И мы очень надеемся, что вместе с вами мы придумаем какие-то смыслы для университетского сада, который станет действительно достопримечательным и комфортным местом. Что же касается самих изменений, то в первую очередь планируется отреставрировать лестницу, связывающую верхние и нижние ленинские сады. За вторым учебным корпусом разобьют сад университетов-партнеров, а между ним и всем известной сковородкой растянется аллея выпускников. Вторым этапом станут террасные сады, спускающиеся от научной библиотеки Лобачевского к улице профессора Нужина. И идея цветущих садов вокруг университета себя полностью оправдала. Многие в зале проект одобрили, но при этом отдельно затронули волнующийся вопрос о парковках. У нас на 2014 год на тысячу населения 263,5 машины. В университете работает около 4,5 тысяч сотрудников. То есть то количество парковочных мест, которое было представлено в концепции развития парковок, не обеспечивает то количество сотрудников, которое есть. Мы должны такую ценную городскую среду, ценную среду университета рассматривать именно с точки зрения удовлетворения максимально на 100-120% нужд именно автомобилизации. Кроме наличия парковочных мест, многих выновала также доступность благоустраиваемой территории для маломобильных групп населения, реставрация сковородки, судьба фонтана перед второй высоткой. Эти и многие другие вопросы и пожелания все участники слушаний смогли внести в анкеты. В дальнейшем концепция развития территории вокруг КФО будет дорабатываться уже с их учетом. И уже в ближайшее время будет представлена президент Татарстана Рустаму Миниханову. Александр Александров, Леонард Валитьяров, Универньюс.